99,6. Сегодня четверг. Программа «Револьвер» у нас посвящена жилищно-коммунальной тематике, городской тематике, ну вообще хозяйственной тематике жизни граждан Российской Федерации. В студии я и ее ведущий Андрей Широков. Эфир у нас, как всегда, прямой. Телефон в студии 8495-6510-99,6. Ждем и приглашаем к разговору всех тех, кто нас слушает и кого тема заинтересует. Эта тема у нас сегодня, с одной стороны, простая, с другой стороны, сложная, но то, что она касается каждого гражданина Российской Федерации, ну я могу сказать, стопроцентно касается. Это лицензирование управляющих организаций. Лицензирование со стороны государства тех структур, которые управляют нашими многоквартирными домами. Лицензирование – это выдача некого специального разрешения государства на осуществление конкретного вида деятельности. А сегодня у нас как? Начинаю я разговор с гостями студии, а в студии у нас сегодня Вербийский Александр Саулович, член комитета ТПП Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, председатель экспортного совета комитета и Дмитрий Гордеев, ведущий юрисконсульт направления городского хозяйства Института экономики города. Добрый вечер, коллеги. Дмитрий, а как у нас сегодня? Лицензирования нет, а как сегодня допускаются на рынок управляющие организации, те, которые управляют многоквартирными домами? Так же, как в других отраслях, собственники проводят собрания, выбирают из имеющихся на рынке предложений ту организацию, которая им нравится по качеству работ, по цене, принимают решение, оформляют его, заключают договор. То есть, государство сегодня, до сего дня не вмешивалось в вопросы допускать или не допускать ту или иную организацию, чтобы управлять многоквартирным домом. И, в общем-то, это и мировая практика, не только у нас так происходит. То есть, изначально сегодня, Дмитрий, у нас есть некие предприниматели, которые создают некие коммерческие структуры, которые по своему уставу, главная их задача – это получение прибыли и управление объектами недвижимости, то есть многоквартирными домами, да? Да, как правило, эта организация специализируется на управлении недвижимостью и жилой, и нежилой. Но бывают организации, например, и ресурсоснабжающие, которые управляют многоквартирными домами. То есть, не обязательно только деятельностью по управлению многоквартирными домами занимается организация, бывают какие-то и симбиозы. Александр Саулович, а зачем же тогда вводить лицензирование, если как бы система вся работает, и на сегодняшний день, насколько я знаю, более 15 тысяч управляющих организаций по стране управляет 3,5 миллиардом в квадратных метрах жилым фондом России? Ну, вообще-то говоря, ничего особенного в лицензировании нету. Правда, в начале нулевых годов долго обсуждался вопрос, а нужны лицензии, не нужны лицензии, есть ли здесь коррупционная генность этих лицензий и порядка их получения. Но, в конце концов, действует сегодня закон общее лицензирование. Сначала там было не очень много видов деятельности, подлежащих лицензированию, сегодня таких видов 50. И поэтому я на самом деле не очень понимаю даже, а зачем нужен отдельный закон о лицензировании при управлении и эксплуатации многоквартирных домов. Насколько я понимаю, в тот законопроект, который сегодня внесен в Государственную Думу о лицензировании деятельности управляющих организаций, но там он шире, там не только управляющие организации, там и подрядные организации, которые осуществляют подрядную деятельность в осуществлении эксплуатации общего имущества многоквартирного дома. Я понимаю, это да, но общий закон определяет лицензирование целого ряда видов деятельности. Сегодня таких видов деятельности законом установлено уже 50. В принципе, никакой проблемы нет. То есть туда через запятую по-хорошему можно добавить и лицензирование управляющих организаций, и не создавать новые мощнейшие тексты. И не управляющих, да, но, как известно, черт в деталях, и если посмотреть вот этот проект закона о лицензировании, то становится совершенно неясно, что же собираются лицензировать, какой вид деятельности, потому что сегодня у нас управление, как таковое, является лишь частью работ по содержанию. Так записано в жилищном кодексе, что, конечно, неверно, ведь наоборот, содержание является некоторой частью управления. У нас есть общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в принципе, туда внесено управление жилищным фондом, но там под управлением поднимается как бы надзор за содержанием и эксплуатацией жилого фонда. Цели управления не установлены ни в жилищном кодексе, ни в общероссийском классификаторе, видов экономической деятельности. А тогда что же лицензировать? На самом деле не важно, что лицензировать. Лицензировать можно что угодно, хотя и Министерство экономического развития всегда против таких жестких мер, как лицензирование. Но сегодня, на мой взгляд, существенно важнее понять, а почему же вот такое недовольство управляющими компаниями со стороны жителей, со стороны публичной власти возникло? В чем корни недостатков в управлении? Нет ли каких-то принципиальных ошибок в жилищном кодексе, который определяет необходимость управления, разные виды управляющих организаций, разные способы управления домами? Может быть, сегодня следует как раз именно этим заняться, анализом жилищного кодекса на предмет выявления всех тех недостатков, которые приводят вот к такому зачастую драматическому положению с управлением многоквартирными домами. Есть ли у управляющих организаций надежные источники, финансирование их бизнеса, как у них организовано отношение с ресурсоснабжающими организациями? Потом ведь вы знаете о том, что есть у нас и государственный контроль в жилищной сфере, и у нас есть муниципальный контроль, теперь развивается общественный контроль, но все это не очень хорошо работает, раз все недовольны сферой управления жилищным фондом. И надо разобраться, в чем же дело, зачем же добавлять еще один достаточно сложный вид деятельности для жилищных инспекций, которые должны будут выдавать лицензии. Надо разобраться, чего не хватает сегодня, вот это самое главное. А дальше уже можно смотреть, как согласовать с общим законом о лицензировании, что туда нужно ввести. И ведь прошу обратить внимание на то, что и общий закон, и проект нового закона о лицензировании в жилищной сфере, они отводят правительству очень существенную роль по разработке и утверждению лицензионных требований, положения лицензирования. Это, насколько я понимаю, отсылочная норма, и это право будет отдано правительству Российской Федерации. Но и, как всегда, мы имеем уже проект закона, который внесен более чем 100 депутатами Государственной Думы для рассмотрения в первом чтении Государственной Думы. Сейчас там идет его такое активное обсуждение. Я знаю, что 3 марта будут парламентские слушания на тему закона о лицензировании. Хотя Владимир Владимирович Путин, когда в Огареву проводил экономический совет, он говорил, что уже широко очень обсудили вопрос лицензирования, что четко надо принимать лицензирование управляющих организаций. Но, как показывает практика, мы только сейчас начинаем очень широко обсуждать закон о лицензировании. Не только вот сегодня посвящаем этому передачу, но, я знаю, в общественной палате прошло уже Российской Федерации рассмотрение проекта закона о лицензировании. Причем все участники практически высказались против лицензирования деятельности управляющих организаций. А я не против. И проявили... Вы, да, вы не против. А вот участники слушаний в общественной палате приводили большое количество аргументов, почему этого делать не надо. Да, и даже не вдавались на сегодняшний день в нормы законодательства, а говорили как бы в общем о той концептуальной модели, которая предлагается. И, как всегда, мы идем с вами по схеме, что внесен закон о проекте в Государственную Думу, мы начинаем после этого его активно обсуждать. Причем очень интересно, правительство Российской Федерации говорило, что она инициатор лицензирования управляющих организаций. Но закон внесли у нас сегодня депутаты Государственной Думы. Значит, должно быть заключение теперь правительства на этот закон, да, по правилам, скажем так, рассмотрения закон о проекте в Государственной Думе. И интересно, после вот этого бурного обсуждения проекта закона о лицензировании, причем от довольно отрицательного обсуждения на всех уровнях, какое же заключение даст правительство Российской Федерации на ту тему, которую она полностью лоббировала. Дмитрий, а ведь у нас сегодня получается, что в доме-то главный собственник и главный в доме договор между собственником и управляющей организацией. А вот вглядываясь в нормы проекта закона о лицензировании, там как бы теряется собственник, там теряются договорные отношения. Не так ли? Давайте на эту тему поговорим. Да, Андрей Вячеславович, я думаю, что целый ряд законов, которые были приняты в последние несколько лет, основываются на концепции, что собственники в доме не самые главные и вообще собственники никто. Хотя изначально жилищный кодекс... Нет, номинально в жилищном кодексе все осталось. Общее собрание, собственники, которые принимают решения на общем собрании. Но возьмите, например, 9-й раздел жилищного кодекса о капремонте. Почему он в таком виде? Что там региональный оператор принимает от всех обязательные взносы и перераспределяет. Почему? Потому что рабочая гипотеза, которая легла в основу этого раздела. Собственники сами никогда не будут принимать решения о капремонте. А капремонт делать надо, а собственники ничего не понимают. Они не хотят, они не хотят платить, не хотят думать, не хотят вообще приходить на собрание. И вот эта рабочая гипотеза легла в основу. Все вместо собственников делает региональный оператор, делает субъект федерации, делает муниципалитет. То есть собственника мы как бы отодвигаем, хотя он собственник. И то же самое фактически проявляется и в законопроекте о лицензировании. Вместо того, чтобы действительно помочь собственникам стать настоящими активными участниками управления домом. Это трудно очень. Сегодня, например, возьмите даже в простом 80-квартирном, 4-подъездном, 5-этажном доме провести собрание. Если кто-то очень сильно захочет, это будут очень большие затраты нервов, времени и так далее. Трудно. Вместо того, чтобы упростить эту процедуру, но не сползать, конечно, чтобы репродуцировать какие-то фальсификации. Вместо этого предлагается, что вместо вас, уважаемые собственники, порядок в доме наведет государственная жилищная инспекция в субъекте федерации. Есть субъекты, в которых... То есть мы помогаем сегодня собственнику, скажем так, нерадивому государству решить его проблемы взаимоотношений с управляющей организацией. Вместо того, чтобы, извините, пинком под одно место выгнать нерадивую управляющую организацию, решив вопрос так, что нас не устраивает качество твоей работы. Вместо этого склоняются собственники к тому, что не надо собираться на собрание, обсуждать, принимать решение. Кто-нибудь один, кто захочет, напишет жалобу, придет в жилинспекцию... Причем иногда даже не собственник. Да, наложит жилинспекция взыскания и наведут порядок. А вот эта проверка и это взыскание, если так вот... То, к чему склоняет, в общем-то, законопроект. Смотрите, два невыполненных предписания в одном доме, дом выводится из-под этой управляющей организации. Сначала один дом. Подождите, а если он выводится, кто же будет управлять этим домом? Будет проведен конкурс и помимо воли фактически собственников помещения, которые когда-то выбирали эту организацию, муниципалитет выберет управляющую организацию, опять-таки вместо собственников. А на это время, вот промежуток между отводом одной управляющей организации через суд, я так понимаю, потому что просто так же личная инспекция это сделать не сможет. Ей надо набрать какие-то отрицательные баллы, согласно нововведениям, и только после этого через суд отвести эту организацию. Но на решение суда тоже время надо. Да, слава богу, чтобы, по крайней мере, в законопроекте оставили сейчас возможность вот этой управляющей организации, у которой отбирают лицензию, управлять домом, пока не будет принято это решение суда, не будет проведен конкурс. Хорошо, суд принял решение, дальше? Суд принял решение, муниципалитет проводит конкурс, выбирает победителя конкурса управляющую организацию новую, какую-то другую, и эта новая управляющая организация должна опять-таки прийти к собственникам, заключить договоры. Требование жилищного кодекса остается и для этого случая. Договор управления считается заключенным, если его подписали собственники, обладающие более 50% долей участия. А вот тот договор как разрывается? Тот договор разрывается в силу закона на основании решения суда. Вот суд говорит, мы лишаем эту организацию лицензии, и договор в силу закона автоматически разрывается. Хорошо, между решением суда и проведением конкурсов пройдет определенное время. Управляющая организация, которая работала с соответствующим домом, имела договор как с собственниками на управление этим домом, так и с ресурсоснабжающими организациями и другими организациями, которые как бы в цепи предоставления жилищно-коммунальных услуг работают. А вот на это время, на этот месяц, на полтора, на два, кто же будет домом управлять? Как будут деньги собираться? Как будут деньги собираться за коммунальные услуги? И так далее. Давайте расскажем с вами, это радиоуслушателям. Александр Саулыч или Дмитрий, неважно. Александр, пожалуйста. Ну, на самом деле, я не во всем согласен с Дмитрием Павловичем. Пожалуйста, дискутирую. Потому что я считаю так, что в рамках действующего жилищного кодекса никак воспитать, организовать собственников помещений для того, чтобы они стали единым общим заказчиком и услуг по содержанию помещений, и по коммунальным услугам практически невозможно. Значит, тут надо, как я говорю, проводить анализ того, почему не работает, почему их нельзя объединить. Почему они не объединяются? Почему они не объединяются? На мой взгляд, это связано с тем, что у нас пропало понятие кондоминиума, у нас собственники теперь имеют свидетельство о собственности только на квартиру, а что делается за дверью квартиры, уже их зачастую и не интересует совсем, а там же находятся и лифт, и лестничные клетки, и мусоропроводок. Все это надо содержать в нормальном состоянии. И все это принадлежит всем собственникам дома, правда, в каких-то долях, в отношении к их площади. Да, должно принадлежать как часть дома, на мой взгляд, а вовсе не как собственность на жилое помещение. Но это, опять же, это мое мнение, это надо обсуждать, все надо смотреть и зарубежный опыт, а наш российский опыт на сегодня существенно отличается от того, что делается за рубежом, даже в прибалтийских странах, существенно все изменилось по сравнению со славными советскими временами. И на сегодняшний день, мне кажется, что обсуждать вообще закон, в том виде, в котором он есть, совершенно бесполезно. Во-первых, там есть такое хорошее понятие, квалификационный аттестат, который должны будут получать специалисты управляющих компаний. Но я думаю, что, к сожалению, неизвестен автор текста этого проекта, закона, но думаю, что если бы он пришел... Он у нас всегда коллективный какой-то, разбытый. Ну, кто-то же своей рукой писал, один человек. Если бы этот человек пришел получать квалификационный аттестат, который предусмотрен проектом закона, я думаю, что он бы его не получил. Но это уже, так сказать, детали. Но самое главное, что вот то постановление правительства, которое будет требоваться в случае введения этого закона в действие, оно на сегодня совершенно не обсуждается. Как бы хотелось его вместе с теклом закона сразу увидеть. Обязательно увидеть, потому что там, в этом постановлении, и будет самый главный черт. Но у нас, как показывает практика, вообще применение жилищного законодательства, в 2004 году, когда в декабре был принят жилищный кодекс Российской Федерации, с 1 марта он начал, как бы, работать в полном объеме, мы потом с вами, по-моему, годы ждали многие подзаконные акты, которые раскрывал те или иные нормы законодательства и вводил их нормально в действие. Не так ли, Дмитрий, было? И мы на сегодняшний день получаемся, что вот тот проект, который сегодня в Государственной Думе уже лежит, уже есть в открытом, я так понимаю, в открытом доступе, через сайт Государственной Думы, он тоже сегодня одинок и оторван от подзаконных актов, которые должны разрабатывать... Вернее, подзаконные акты от него далеки. Да, или подзаконные акты от него далеки. А без них обсуждать практически нечего, кроме, ну, там, величины штрафов, 300 тысяч или 500 тысяч. Да, мы об этом сейчас с вами поговорим. Ну, это можно обсуждать, но это все наказательное направление, которое не работает. Да, Финам.ФМ, 99,6, программа «Револьвер», прямой эфир, телефон студии 8495-6510-99,6. Андрей Широков в эфире вместе со своими гостями, Вербицком и Александром, и Дмитрием Гордеевым, обсуждаем тему о лицензировании управляющих организаций и вот это жесткое управление со стороны государством, как говорит Владимир Владимирович Путин, требуют жители страны, которые не могут, как они говорят, не могут разобраться с управляющими организациями. В проекте закона много норм посвящено штрафным санкциям. Я так понимаю, что это, Дмитрий, продолжение штрафных санкций, которые уже и зафиксированы в нормах административного права. Или что-то новенькое появляется. Это новый состав административных правонарушений, связанный с введением лицензирования. Причем, что характерно, одна норма – это деятельность без лицензии. Это понятно. Если вводят лицензии, то, конечно, без лицензии – это уже нарушение. Затем следующий состав – нарушение лицензионных требований. Это вообще 360 градусов обо всем. Условно говоря, там гвоздь не так забили, уже нарушение лицензионных требований. А третий – это нарушение порядка расчета с ресурсоснабжающими организациями. Это симптоматично. На самом деле, сегодняшний тренд, когда в каждой газете, на каждом телеканале говорится о том, что управляющие организации все сплошняком воры, недобросовестные и так далее. Задолжали клашальные деньги ресурсоснабжающим организациям. Перевод стрелок – это выгодно ресурсоснабжающим организациям убрать хоть маломальски профессионального какого-то контрагента и сделать так, чтобы их не было, чтобы были какие-то послушные. Ведь если сейчас вместо, ну, более или менее, там, скажем так, независимых от ресурсников управляющих организаций откажутся и придут управляющие организации, крупные, которые созданы ресурсоснабжающими организациями, то фактически у них будет самая главная задача – откачать плату за коммунальные услуги. Это будет первая задача, а остальное уже будет на втором плане. Нет-нет, еще как можно больше продать коммунальных ресурсов. И как можно продать, совершенно верно, то есть не будет мотивации к энергосбережению, потому что не может продавец ресурсов ратовать за уменьшение его употребления, то он будет пилить сук, на котором он сидит. Вот, и поэтому, вот я согласен с Александром Случшим, что надо, конечно, разобраться, но надо в первую очередь разобраться с политикой государства. Всего лишь полгода назад, когда не был решен окончательно вопрос о лицензировании, это когда президент не сказал некое одобрение. Да, очень многие чиновники рвали тельняшку и говорили, что введение обязательного саморегулирования решит все проблемы. А ведь введение обязательного саморегулирования – это совсем на 180 градусов другой способ решения проблемы. Хотя и там, в обязательном саморегулировании, и в лицензировании, вот я хотел бы охарактеризовать законопроект, торчат уши жуткого супер-мега-администрирования. И вот это как бы оттеняет и то, что государство хочет законсервировать пассивность собственника. То есть у нас получается собственник у юридических, физических или физических лиц, да, части есть собственности у муниципалитетов, у публичной власти, да, и государство пытается вмешаться в управление не своей собственностью. Фактически, да. Даже если собственники выбрали управляющую организацию, у любой управляющей организации есть недосбор платежей за коммунальные услуги. Сто процентов. Сам собственник не заплатил. Состояние домов может быть очень плохое. Вот пришла управляющая организация, она управляет домом год всего лишь, например. Она не может за этот год преобразовать, но она будет отвечать за всю ту ветхость этого здания, которая есть, и поэтому наказать ее и отстранить от управления очень легко. А там же, Дмитрий, в проекте прописывается, что если вы потеряли 15 процентов домов, находящихся у вас в управлении, у вас отбирается лицензия. То есть начинается процесс отъема лицензии. И что сегодня интересно заявляют многие руководители муниципалитетов. Они говорят, несчастье наступает с лицензированием-то. Мы вроде бы чиновники должны ратовать за закон о лицензировании, потому что это такая хорошая дубинка в наших руках управлять всем и на все влиять. И мы боимся лицензирования, потому что управляющая организация, понимая, что это как бы сигнал для того, чтобы отнять у меня лицензию и как бы руководить мною с другой стороной, а я ему сколько сегодня вот такого неблагополучного жилья скинул в управление. Давайте расскажем, как это происходит по жизни. Одно дело, значит, все красиво действительно в жилищном кодексе, собрание, выбор там и так далее. На самом деле, очень часто, к сожалению, решается все на практике так. Замглавы администрации по ЖКХ собирает и говорит, вот тебе там, словно говоря, 50 домов хороших, 30 домов плохих. Вот тебе там столько-то хороших, столько-то плохих. И управляющая организация, получив вот этот вот... Чем он нарушает законодательство действия, прямо сразу. Потому что собственник неактивный. Но управляющая организация соглашается. Это же бывшая МУП, скорее всего, частная организация. Она не идет поперек борозды. И она что делает? Она с хороших домов собирает плату и перекидывает средства на плохие дома. Чем нарушает действующее законодательство? Естественно. Потому что экономика дома индивидуальна. Я говорю о практике. Есть кодекс, который стоит на полке. Есть практика жизни, которая в каждом городе. Вот. И теперь управляющие организации будут отказываться от таких домов. Всеми способами. Просто... А что делать будут тогда муниципалитеты, которым это все скидывать будут обратно? И муниципалитет будет выставлять эти дома на конкурс. И у муниципалитета развилка какая? Или установить большую плату, адекватную содержанию этих ветхих домов. И таким образом возбудить население. Но фактически это нельзя будет сделать. А то есть перекрестлы-то уходят? Создавать мупы. Но мы тоже должны иметь источник какой-то. А мупы тоже надо лицензировать. Вторая линия. Александр, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте, господавы. Вы все такие умные. Я даже боюсь сюда вставить свои две копейки. Вставляете две копейки. Давайте пять. Да, но смысл тут все вы говорите очень хорошо, за исключением одного. Вот у нас ТСЖ, да, выборное ТСЖ. Все хорошо. Люди сами тут вырулят. Дом стонет под этим ТСЖ. Потому что идут постоянные... В общем, люди в доме не доверяют ТСЖ. И они все время набирают новых людей. Все время вся эта байда крутится. И уже давно все были бы рады, чтобы это рулилось обычным каким-нибудь ДЭЗом. Старым простым советским способом. Да, на ДЭЗ хотя бы можно наехать, понимаете. А ТСЖ это инструментарий людей, которые плодят сплетни, а воровство-то. Поэтому я не потому, что большой приверженец внешней власти, но все довольно сложно. Понимаете, ребятки, сложно. Понимаем, спасибо. Понимаем, Аксессаулся. Давайте пообщаемся с Александром. Значит, все дело идет к тому, что все расширяется и расширяется. Участие публичной власти в эксплуатации, в управлении квартирными домами. Но ведь мы при таком управлении прожили очень много лет. Начиная с 30-х годов до 91-го года мы жили под таким управлением. Что получили? Что-нибудь хорошее вышло? Практически ничего. Вот то состояние домов, в котором они сейчас находятся, это ведь и есть результат управления жилищным фондом органами публичной власти. Поэтому возвращаться в эту сферу совершенно не нужно. И мне очень интересно, когда вот сейчас закон из Думы придет на отзыв правительства, что скажет Министерство экономического развития, которое, с одной стороны, против лицензирования новых видов, с другой стороны, оно предлагает другие методы регулирования. Есть, например, страхование гражданской ответственности. Если это страхование... И мы вернемся к гражданской ответственности, после того, как сделаем небольшой перерыв на рекламу. 99,6. Телефон в студии 8495-6510-99,6. Станислав, извините нас, вы нас ждали, 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 но так не дождались, не поговорили с нами в эфире. Если есть возможность, позвоните еще раз. В студии Андрей Широков, Вербицкий Александр и Дмитрий Гордеев. И обсуждаем мы сегодня тему лицензирования управляющих организаций, что это будет хорошо или плохо, нужно или не нужно. Поможет ли это собственнику многоквартирного дома управлять и содержать свое общее имущество или нет. Александр Савлович, вы остановились перед рекламой, довольно длинная у нас сегодня получилась реклама. Значит, тема была у вас страхование... Гражданская ответственность. А, гражданская ответственность. Значит, ведь смотрите, что получается, если, так сказать, посмотреть на проект закона. Жилищная инспекция оштрафует управляющую организацию, то ли на 300 тысяч, то ли на 500 тысяч, то ли не оштрафует. Куда пойдут штрафы? В бюджет, конечно. А разве бюджет пострадал от недостатков управления? Ну, в нашей сегодня системе все это поступает в бюджет. А это не возвращается собственникам для содержания общего имущества. Но пострадали это собственники. Да. Значит, в принципе, надо им компенсировать. Надо. Продолжим эту тему дальше. Станислав, спасибо, что перезвонили. Первая линия. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер, ведущий. Я вот работаю сам в энергоснабжающей организации. Так. Вот. И, грубо говоря, непосредственно знаю, как вот все эти дела происходят с управляющими компаниями. Они действительно, ну, бывают в нескольких случаев порядочных. Большей частью они как берут, с нами рассчитываются по прибору, а жильцам рассчитывают по нормативам. Разницу, естественно, там, ну, распихивают по своим, там, грубо говоря, там, карманам. Мы непорядочно, они ничем не занимаются, вот, поэтому нам надо уже скачать вот это вот само лицензирование. Я считаю, правильно руководство занимается, потому что у нас много компаний уже как бы сокращено, сократилось вот данных управляющих. Это объединяется еще более крупные, которые занимаются вопросами. Вот, я как бы поддерживаю это. Дмитрий, лицензирование-то поможет в этом вопросе? Да, я думаю, что как раз не поможет. Я вот вначале говорил, да, что ресурсоснабжающиеся организации лоббируют принятие этого закона для того, чтобы избавляться от неугодных ему управляющих организаций и ТСЖ. Вот, но на самом деле, действительно, деньги пойдут в бюджет, управляющие организации убьют. Кто придет вместо нее? Организации, у которых сразу появятся деньги? Ведь не так... Среди должников... Секунду, секунду, Санислав. Среди должников ресурсоснабжающим организациям, управляющие организацией процентов 20-30. В основном, в основном, это другие потребители. Сотсфера, промышленность и так далее. Неотключаемые потребители. Неотключаемые потребители. Поэтому речь о том, что надо действительно включать экономику. Я согласен с Александром Соловичем. Может быть, страхование, может быть, банковская гарантия. А сегодня жилищный кодус Российской Федерации разрешает собственникам через решение, через собрание иметь напрямое отношение с ресурсными организациями. Оплачивать можно напрямую. Да, есть возможность. Можно заключить непосредственно. Может быть, выбрано непосредственно управление. Совершенно верно. Но это решают собственники, какой способ управления управляющей организацией или непосредственно управление. Но надо включать экономику, а не рассчитывать на то, что придет большой дядя с дубинкой. Нет, а я вам объясню насчет. Многие сейчас организации только недавно начали заниматься приборами учета. Потому что, по большей части, мы ездим по практике. Даже никто не следит. Нет прибора. Защитываться по нормативам и уставляют огромные счета. Это нарушение. Это нарушение. Александр Саулович, вступайте в разговор. Я хочу возразить. Если можно, давайте активнее. А то передача наша заканчивается. А звонков много. Конечно, среди управляющих организаций много недобросовестных есть. И просто откровенные жулики. И суды ими даже занимаются. И сроки есть. Но я хочу напомнить Станиславу, что среди ресурсоснабжающих организаций тоже есть те, на которых грехи. Если вы помните, даже президент рекомендовал руководителей некоторых энергоснабжающих организаций выгонять куда-нибудь подальше. И, кстати говоря, счетов в офшорных зонах, как показывают прокурорские проверки, гораздо больше в коммунальных организациях ресурсоснабжающих. А вот управляющие организации с трудом слупой найти не могут. Не считая футбольных команд. Да, не считая футбольных команд. Поэтому давайте не будем... Сейчас как раз и происходит сокращение энергоснабжающих объединения в единую. Как вот было новое постановление правила учета тепловой энергии от Дмитрия Анатольевича Медведева выпущена. Как раз вот идет сейчас к этому создание единой энергоснабжающей организации. Это будет единый перепродавец, а теплоисточники-то все останутся. Ну, там опять же пойдет передел рынка ресурсоснабжающих организаций, потому что мощные структуры подавят более мелкие. Да, Александр? Ну да, сейчас, грубо говоря, чего гастромы переходит. Ну, это передел рынка. Я хотел бы сказать о том, что прежде чем обсуждать вот конкретный этот закон о лицензировании, концепция его понятна. Но надо в той же Государственной Думе спросить экспертное сообщество, а есть другие концепции регулирования отношений в жилищной сфере? Между собственником и управляющими организациями. И управляющих организаций с ресурсоснабжающими организациями. У меня в связи с этим есть вопрос. А какие эксперты проводили исследования и давали заключение о том, что действительно лицензирование это панацея? Кто они? Не авторов мы не знаем конкретно поименно, мы не знаем даже экспертов, которые давали свою оценку. Владимир Владимирович говорит, что на многих площадках была обсуждена тема лицензирования управляющих организаций. Обсуждалось, обсуждалось. Есть рабочая группа экспертного совета в открытом правительстве, при правительстве Российской Федерации. Но насколько я помню, в этой группе мы высказывались против. Мы возражали, да. Наши возражения не были услышаны. Так что кое-где это обсуждалось. Но не обсуждалась ни разу другая концепция или другие концепции, а их может быть даже не одна. Я знаю, что в ТПП обсуждались на заседании комитета, как бы другие подходы. И предлагалось Козаку Дмитриевичу рассмотреть другие варианты. Насколько я помню, мы получили такую отписку из Минстроя, что для того, чтобы надежно работала система, надо вводить лицензирование. И это защитит собственника от нерадивых управляющих организаций. Еще одна вертикаль. Еще одна вертикаль, причем такая жесткая, причем коррупционная. Потому что первый штраф один, второй штраф второй, а потом я отнимаю у тебя бизнес. Значит, я жду от тебя чемодана. Евгений, вторая линия, слушаем вас. Если можно, активно задавайте вопросы. Алло, добрый вечер. Да, Евгений, я. Скажите, пожалуйста, я как собственно послушная гражданка России. Значит, установила счетчики в квартире на воду, на свет, сделала все документы. И нас насильно у права района заставляет сделать ПСЖ дома. Мы не хотим как собственности делать ПСЖ дома. Это ваше право. Вы можете... Мы собрали собрание. Пришли люди, не только собственники, все пришли. Люди проголосовали, 85% жильцов всего дома, управляющую компанию дома под названием Совет дома. Вопрос. Управа района не дала разрешение нам на управляющую компанию метод ПСЖ. Да не надо ее спрашивать. Спасибо, Евгений, за вопрос. Все советы управы района можно выбросить в корзину, я не стесняюсь. Вот. Совет дома это не управляющая организация, это представители собственников. Вы должны выбрать управляющую организацию в виде какой-то предпринимательской, коммерческой организации. Любую, которая вам нравится. Выработать условия договора, чтобы они соответствовали закону. И пожалуйста, реализовывайте. Не надо спрашивать разрешение ни у мэра, ни у руководителя префектуры, или у права района. Не надо. Это компетенция. Собрание, принимайте решение и все. Но у права на собрание участвует. Только свои голосов. Ну хорошо, ну 15% выставит у права, а остальные проценты должны быть другие и все. Александр Савлович, а вот у нас с вами прописаны довольно большие страфы в проекте. 500 тысяч, 300 тысяч. Это на кого они накладываются? Нет, они будут накладываться на управляющие компании, или даже на руководителя управляющей компании. Хорошо, а управляющие организации с каких средств платят эти деньги? И, кстати говоря, это уже работающая модель по России, да? Приходит жилищная инспекция. Это перекачка денег собственников в бюджет. Берет у нас сегодня постановление правительства Российской Федерации, в котором прописан определенный вид работы, обязательный для исполнения управляющей организации. То, что иногда собственники не оплатили, не заказали. И штрафуют у нас на сегодняшний день управляющую организацию. И управляющие организации, Дмитрий, платят деньги. Страфы должны быть, по идее, стимулирующими к правильному поведению. А у нас они просто убийственные. Возьмите, например, ТСЖ из четырех домов маленькая. 300 тысяч штраф – это убийство этого ТСЖ. Первый штраф будет убийством. Потому что, что должны будут сделать собственники? Председатель придет и скажет, давайте, ребята, скинемся на эти 300 тысяч, иначе мы недовыполним работы. И все. То есть, эту тему тоже надо очень продумывать на сегодняшний день законодателю. Штрафы надо применять аккуратно, а не так, как это предлагается. И еще вопрос. И в пользу пострадавшего. В пользу пострадавшего. И еще один вопрос, такой к вам быстро. В основном все направлено на генерального директора. Но у предприятия есть собственник. Он же может поменять генерального директора, взять другого и сказать, ребята, я начинаю с чистого листа, у меня все хорошо. И действительно все останется как есть. Да. Видите, тема лицензирования управляющих организаций, которые нанимаются для управления многоквартирными домами, очень и очень агрессивная. Мы даже ТСЖ ничего не рассматривали. Мы еще ТСЖ тему не обсуждали, туда тоже хотят залезть с вопросами квалификации и лицензирования, если ТСЖ управляет больше одним домом, то есть исчезает идея квартальных ТСЖ и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что мы будем наблюдать с вами за тем, как проходит этот законопроект в Государственной Думе. Обязательно активное участие, наверное, мои эксперты примут в понедельник в парламентских слушаниях. В эфире был Андрей Широков, Александр Вербицкий, Дмитрий Гордеев. И обсуждали мы тему лицензирования.